Несмотря на то, что у меня вчера был день рождения, и это как будто прям подарок для меня, но ладно, я решил это сыграть, это среди подписчиков. Привет всем, сегодня распаковка большого привоза 94-ки и всяких приколов, которые были по акции. Будем смотреть, что по акции и сами тоже устроим акции для покупателей. Во-первых, мы вот периодически закупаем, где-то раз в месяц, наверное, очень большое количество 94-ок. Мы их берем по цветам, все, что у нас вот здесь на стеллаже отсутствует, вот, например, пытаемся пополнять, чтобы по 6 штучек как минимум было каждого цвета. То есть, вот, и туда потом забиваем. Это такой темно-бирюзовый цвет, подходит для водички рисовать морскую гладь. Вот так вот, когда перемешиваешь их, получается очень прикольно. Такой подводный мир. Такие вот цвета приходят к нам. Сейчас будем прям распаковывать, чтобы вы увидели все, что пришло. Кирпичный мустард. Это горчица. 100% opacity. То есть, короче, очень плотный цвет. Недавно из инсайдерской информации узнал, почему некоторые цвета стали более жидкие. И, оказывается, это потому, что нормы Европейского Союза по выбросам, короче, по воздействию на здоровье, они делают более жидкую краску, короче, не применяют какие-то загустители. Поэтому баллончики становятся более жидкие. И вот такие очень популярные. Это, видите, opacity. У него, то есть, плотность одна. Это значит, что он, это транспарент. Ну, я сразу на крышечке видно. Вот такой пришел еще транспарент. Транспарент это черный, а смок грей, серый для каллиграфов. Очень подходит, когда делают круги, пшикают, делают тени. Оранжевый транспарент. Самый популярный цвет это вот этот Madrid Red. Это красный классический, такой яркий цвет. Очень хороший. У него тоже opacity 100%. То есть, он супер укрывистый. С первого раза должен перекрывать. Не буду про все рассказывать. В общем, вот такие вот цвета к нам приходят. Яркие. Радость любого художника. А, вот, наконец-то пришел долгожданный. Это черный транспарент. Тоже часто применяют на тачках, делают тени им. Потом покрывают лаком. Как он смотрит полупрозрачный цвет. Странно, почему вот этот приходит с таким кэпом. Это какой-то спектрол. Почему-то. Почему у них отличаются. Смотрите. Этикеточки. Ну, еще популярные оттенки. Если честно, половина тут это я все потратил. Баллонов. Вот, или заказываю для собственных заказов. Вот этот очень хороший такой для разметки цвет. Он такой серо-синий. Вообще идеально подходит для разметки пейзажа. Смотрим еще. Вот тут очень большая коробка пришла. Давно этого не было у нас в нашем магазине. Закончилось. Просто давно не заказывали. Это стандарт. Прикольная такая баночка. Стильная. Стандарт нам идет розовый. А, это ультрафэт. Такой прям шире, чем обычный. И по нажатию чувствуется, что банка очень высокого давления. Надо будет сделать обзор на нее. Какие-то новые коробочки от MTN. Которые такие полностью закрыты. Из дырочек. Видимо, перестали выпендриваться. Желтый такой. Самый популярный желтый цвет. Итак, смотрим, что в этой коробочке. Sketchbook. А, 5-го формата. MTN редкость тоже в нашем магазе. Прям качественная упаковка. Ну, чуть-чуть пыльная. И то, что у нас было по акции. То есть, компания I Love Graffiti, поставщик, сделала акцию вот на waterbase, на заправке на водной основе. То есть, они не пахнут экологически безопасно для здоровья. То есть, если, например, вас родители ругают, что, короче, попадает на руки, потому что это вредно для здоровья. Вот можно пользоваться вот такими заправками. Более щадящие. Street Paint. Самый популярный, наверное, товар из... от Montana Colors. То есть, сейчас цена примерно сопоставима с конкурентами типа Dope Liquid. Очень часто молодежь берет. Хорошая, насыщенная красочка. Подходит для сквизеров. Все те же заправки. Вот и waterbase розовый. Кстати, удобно у них эта... крышечка вот такая. Аккуратненько можно заливать. Заливать. Также вот пришли Street Dabbers. Сами по себе очень качественные. У них своя специфичная вот эта губка. Ни у кого нет таких. Мягок нажимания. Аккуратно. Но единственное, что неудобно его перезаправлять, получается. Приходится снимать вот здесь крышечку. Сзади нету никакой системы для залива. Что могу рассказать про эти Street Dabbers? Мы еще на них не делали обзор. Обязательно скоро сделаем. С учениками 10-ти миллиметровый. Получается, вот он. Более в чистом варианте. Вот такая пышная губка у него. Аккуратная. Качественная упаковка. Ох, еще большие даберы. Серебро. Просто крутейший цвет. Еще прикольненькие цвета. Сейчас по ходу решаем. Кстати, вот. Никто не знает. В нашей команде граффити. Ну-ка, Леха, посмотри. Всегда за кадром находится. Леха из Беларуси. Тега окуня у него. Передавай привет своим пацанам. С Беликой. Кто смотрит в Беларуси, всем привет. Смотрим следующий. Ящичек Пандора. Для города Челябинска. Никогда не открывайте ящик Пандора. А то городу просто придет полнейшая. Еще один скетчбук. Я, короче, данный заказ составлял я. Много мы не берем таких блэкбуков, потому что очень мало профессиональных художников, которые могут себе позволить заполнить вот такой блэкбук. Так что вот такие блэкбуки, они очень дорогие, качественные. Если вы, зритель, молодой, если ты молодой, вот чтобы купить вот такой ноутбук, надо, короче, уже хорошо рисовать, делать супер качественные эскизы. Для начинающих есть другие ноутбуки. Ой, скетчбуки. Более дешевого качества. Ну и все, и бесчисленное количество. Я говорю, это ящик Пандора для города, короче. Ну, конечно, у нас маркера расходятся по всей России. Там заказывают через интернет-магазин. Не только в Челябинску крантец приходит после таких поставок. Ну, конечно, не завидую коммунальщикам. Вот такая вот ленивая распаковка у нас. Вот, если что, вот так вот они все приходят. Суперчетко сложено. Сразу видно с заботой высланно все. Все качественно. Ни одного протекшего не приходят. Все они целенькие. Красивые. Очень редко, когда от этого поставщика что-то приходит испорченное. Сейчас. Сначала посмотрим. Ну, здесь какие-то остаточки МТНа. Вот новые стикеры от МТН. Оригинальные. Супер качественные стикеры. Голографичные. Можно на них тегать. Клеить по городу. Такие сзади никакой маркировки нет. А, это получается. Прямо вот поставщики вместе с Монтана Колорс и выпустили эти. Вот есть здесь хэштег I love граффити. Это те ребята, которые высылают по всей России МТН и продукцию для граффити. Я напоминаю, если вы хотите закупить оптом подешевле, вы можете всегда обратиться к нам, ко мне лично, либо в наш магазин. Либо Маша, либо Настя вам объяснят, как это приобрести по оптовым ценам. Но, сразу говорю, надо покупать очень много. Желательно от 30 тысяч рублей. Можете, например, скоперироваться с пацанами из вашего города. Доказать, мы вам вышли. Все придет, все четко. Также в коробочке высылаем все с нашими стикерами. И вот самое главное, что мы ждали, это новинка от наших поставщиков. У них очень много новых футболок. По лицензии МТН они печатают это в России. И выслали мне на пробу вот такую вот футболочку. Прикольный МТН в олдскульном исполнении. Олдскульный значок МТНа. Он же сейчас черно-белый, а здесь он цветной. Вот так вот. Качество отличное. Принт тоже классный будет нивестироваться. Все четко сделано. Ну, по поводу нивестирования мы еще посмотрим, конечно. Тут все равно, если графичек, попадается какая-то тимоза. В целом по размеру отлично. Это типа XL считается. По мере, ну как бы, да, это получается. Я просто раньше занимался дизайном футболок. У нас очень много всяких разных материалов. Ну, это прям сухой хлопок такой, прям четко, 100% хлопок. По фасону, конечно, она прикольная. Но на меня маловато. Это вроде это XL. Значит, надо 2 XL. Спасибо большое поставщику за подарочек, за такой. Несмотря на то, что мне вчера был день рождения, и это как будто прям подарок для меня. Ну, ладно, я решил это сыграть. Это среди подписчиков, которые напишут самый крутой комментарий, на что сделать обзор в следующий раз из всей этой продукции. Потом мы вместе вот с Егором, с оператором, либо там с Настей, либо с Лехой выберем нужное, ну, самое крутое предложение и вышлем вам на почту. Вам придется только заплатить за доставку. Решили немножко потестить, короче, товары, которые пришли. Сейчас будем тестить вообще на текучесть Street Dabber 10 мм. И посмотрим, как себя ведет заправка Water Based Paint. Ну, все, вот, решили взять еще вот такую заправочку, маркер под заправку от ОР 15 мм. Все ради вас, подписчики, чтобы вы увидели самые качественные материалы, как они себя ведут. Пойдем смотреть. Чистенький, идеально новенький, приятно на ощупь. Маркер с какой-то пыльцой. Что это же? Конечно, рекомендую вам использовать перчатки. Внутри два шарика. Можно играть, обмениваться с друзьями. Можно, знаете, эту игру делать. Где шарик? Да, на перчатке. Water Based Paint. Что написано? Супер крутое качество, высокая укрывистость и матовая. Мат, ну, короче, просто матовая. Rosa Armor. А на самой этикетке написано, что Opacity, то есть укрывистость, не самая максимальная. Но зато максимальная стойкость к ультрафиолету. Удобный дозатор. Полностью заправлять не буду. Зачем-то всегда сбалтывается. Почему-то есть... Если у вас есть привычка сбалтывать, все, что берете... У меня, например, когда я беру баночку в холодильнике какой-нибудь там, или кефир, сразу автоматически начинается сбалтывание. По привычке. Как быстро она пропитывается. То есть она достаточно жидкая краска. Это не густая. Она точно жиже, чем Opacity. Прямо 100% жиже. Это большой плюс. Но здесь сразу, кстати, видно, что она не 100% укрывистая. Да, мы поняли, короче, что получше надо было сбалтывать эту... Саму заправку. Там, вроде, тоже должны быть шарики. Это кажется. Ну, короче, на всякий случай выливаем обратно все. Перезаправим маркер. На водной основе вообще ничего не пахнет. Так, сейчас у нас шарики улетят, да? Намного гуще краска пошла. После сбалтывания. Сейчас проверим. Так что, ребята, когда покупаете такие заправки, особенно, которые супер высокого качества и дорогие, значит, они долго стоят на полках. Надо хорошенечко сбалтывать. Данного пропитываю. Ну и сразу видно, что она, да, чуть-чуть посветлее стала. Но вроде не намного. Ну, короче, она, да, немножко жидкая, но для быстрого тегинга подходит. Слушай, мне нравится, что она жидкая. В принципе, нормально для тегинга, для такого, для быстрого. Мне кажется, она почему-то больше подходит для скетчинга, потому что на водной основе. Но это уже сегодня не будем тестировать. Waterbase, это просто, чтобы без всяких запахов было приятнее работать. То есть, стопудово, это для бумаги. Короткий тег сделал. Ну, вроде нормально. Мне нравится. Ничем не пахнет, можно как раз в помещениях вместе там тегать, что-то тренироваться. Короче, рекомендую это для домашнего пользования. Теперь берем Thread Dabber. Хорошо, что его заправлять не надо. Я лично больше придерживаюсь, конечно, товару, который уже заправлю. Это удобнее и качественнее. Чувствуется сразу запах у него. Ну, краска, конечно, смотрите, сравните с розовой. Намного насыщеннее. Ну и поверхность надо искать, наверное, более... Ну, давайте прямо здесь все равно мотовитрину скоро выкинем. По стеклу просто идеально, гладко идет. Но надо нажимать все-таки, короче, видите, вначале пошло плотно, в конце уже не так плотно. Не знаю почему, но я люблю больше вертикальные теги. Thread Dabber, конечно, у него внутренняя заливка. Хотя, того же производства от Montana Colors, но заправка в Thread Dabber намного лучше, чем вот эта повела себя. Ну, хотя тоже прикольно смотрится. Ну, тут, видите, маркер другой. Получается, эффект чуть-чуть другой. То, что более ровные края, здесь круглые. Истеку сравниваем. О, сейчас вообще пошла краска хорошая. Слушайте, ну, короче, это по ходу дела то, что сначала залили жидкую, не взболтнув, а сейчас уже пошла, и она уже по... как и у сквизера идет по плотности. Берешь свои слова обратно. Да, беру свои слова обратно. Розовый цвет победил в битве. Ну, все, надеюсь, вам был полезен вот этот выпуск. Очень же жду, чтобы вы в комментариях написали, какой еще обзор из этого ассортимента вы хотите увидеть, чтобы мы могли сделать видео на этом. Жду вашу коммент. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok